Приветища! Это мой трайн и мы продолжаем вести свою рухлить поездатую в пустоту. Ну и соответственно его там это обшивать, обделывать, обделать в прямом хорошем смысле. Ну и конечно же выживать с моими милыми подопечными. Где моя радость? Вот она радость моя фиолетонькая. Ладно, всё, хорошо болтать, поехали. Полный вперёд! Значит, сейчас что мне нужно сделать? Доделать вот эти вот ящики, поскольку у меня клады всякого интересного, важного лежит, что мне лень выкидывать, потому что мало ли пригодится всегда. Чё-то летаю, собираю металл, а про свою крюкошку-то совсем забыл. У нас же есть чудесная вещица, жалко правда коротенькая. Может я её как-нибудь смогу усовершенствовать? Вот, ещё нужно посмотреть, что у нас там по исследованиям, а по исследованию у нас там очень много всякого. Давай же глянем. Значит, вот, дробитель, прессование, и есть бидон с водой, который проще всего сделать. Наверное, с него и начнём. Ящичек готов. Сейчас мы в него спрячем нашу пророчественную плиту. Напоминаю, что она увеличивает частоту атак акул на 5%. Не знаю, хорошо это или плохо, но скоро мы это выясним. О, ну вот, снова она преградила путь вот эта штука. Надеюсь, я успею её обезвредить. Кажется, успел. И мы даже не остановимся. Не-е-е. Кажется, с ящиками закончили. Отлично. Патроны выгружаем сюда, кожу и жир тоже сюда. Чё-то стою тут в ящиках ковыряюсь, такой отошёл, вот так назад смотрю и понимаю, что чё-то тут не так. Чё всё подсвечено-то? Стеллаж-то я не доделал, а ящики уже сделаны. Это, кстати, выгодно. Можно на стеллажах сэкономить, но ящики поставить на невидимый стеллаж. Возвращаемся к исследовательскому столу и смотрим, что нужно для бидона. Ещё вот такие вот зелёные какие-то бутылочки. Они у нас делаются вроде здесь, в лаборатории. Называются они нестабильные химикаты. Зачем для бетона нестабильные химикаты? Хм. В общем, нужны зелёные грибы. Химия. Химия. Где-то в ящиках у меня здесь оно валялось. Во, пять штук. Нормально. Блин, этот дым меня вообще бесит. Такое ощущение, как будто поезд горит. Давай поедем. Хорош стоять на месте. Поехали. Делаем, значит, вот таких вот две бутылки. Бутылочки готовы. Забираем. Идём, значит, в нашу исследовательскую часть. Всё есть, всё готово. Исследуем. Сейчас посмотрим, что это за бетончик такой с водой. Короче, хочешь верь, хочешь нет. Я исследовал этот бидон. Написано, что открывает чертёж. Бидон с водой. Но я в душе не знаю, в душе не чаю, где его создавать. Окей, переходим тогда к разработке дробителя. Нам понадобится огромное количество железных слитков. У нас же ещё с тобой есть главная задача. Пути неисповедимы, называется. Достигнете следующего депо. В прошлый раз мы достигли депо. Но это задание почему-то у нас не выполнилось. Надеюсь, что следующее депо, в которое мы попадём, оно будет то, которое нужно нам. В комментариях, кстати, писали, что с этих пескунов можно просто забирать жир, подлетая к ним. И вот сейчас мы это проверим. Но я, конечно, не понимаю. Ты представляешь, что такое жир? Он где-то под кожей находится. Как ты можешь просто подлететь и забрать его? Это же тебе не корова, с которой можно жир подойти, правильно? Но в любом случае мы и сейчас попробуем. Опаньки, опаньки. Смотри-ка, с петлички. Надо бы здесь тормознуть. Значит, где-то ящичек есть. Окей. А где наши пустоточки? Они тут есть? Пескуны пустоточки. Что-то, походу, к нам никто не подлетит сейчас. Короче, доделаем для исследования наши подшипники. Еще мне нужен один-два слитка железных. И, в принципе, все. Во-во-во-во-во, пустоточки. Где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь летят. Давай подлетаем к ним. О! Видал? Я что-то собрал с него, но он помер. Я даже ему ничего не сделал. Ну-ка, еще разок. Так-так-так. Короче, я просто его руками трогаю. И все, они помирают. Их нельзя руками трогать. Но, как бы, действительно, так работает тоже. Не нужно тратить патроны на них. Вот все, я все собрал для нашего дробителя, изучаемого. Итак, тяжелые объекты. С какого-то момента вы станете находить в войде большие куски ресурсов. Например, льда или угля. Если у вас еще нет дробилки для их дробления, вы можете установить их на поезде и хранить до востребованности. Офигенно! А я-то думал, что я буду до бесконечности вот эту всякую мелкоту собирать. То есть и крупные объекты появятся. Я полон обмундирования. Погнали навстречу к приключениям. Надеюсь, что в этот раз нам попадется головоломка поинтереснее. В прошлый раз, напоминаю, нам нужно было повернуть столпы со светом в нужном направлении. Блин, да ладно, здесь тоже эти столпы со светом. Ооо, как скучно. Ну да, ну да, здесь тоже самое. Ладно, давай сейчас быстренько все повернем. Загадку мы знаем, как решать. Сюда нет, сюда да. Оставляем тебя здесь. Поворачиваем еще одну бошку в другом только направлении, наверное. Ооо, вот отсюда. Ооо, вот. Здесь подходит. Ну, давай теперь красный луч направим туда, куда нужно. Я думаю, что... Что, что... Вон туда. О! Срослось все. Сейчас нам откроется сундучок. Мы его за спину закинем, поскольку у нас уже есть переноска. И давай выбираться отсюда. Привет, мой красавчик! Знаешь, что я притащил? Я притащил вот такую штуку. Поохраняешь ее тут? Окей. А мы едем дальше. Давай посмотрим же на этот дробитель. Вот как он выглядит. Он очень массивный вроде бы. Ну, я бы сказал, что не очень-то уж прям такие массивный. Ну, давай поставим его куда-то сюда. И будем потихонечку собирать. Приехали до депо. Надеюсь, это то депо, которое нужно нам по заданию. Ну, и еще я тут собрал материал для нашего следующего исследования под названием прессование. Сейчас оно у нас исследуется. И, наверное, нам расскажут, как этим пользоваться. Да, прессование исследовалось, но что-то ничего не появилось. Кто-то стрелял? Эй! Нельзя в меня стрелять. Ты совсем попутал рельсы? Монеточка! Ништяк. Можно будет в рулеточку поиграть. Точнее, в однорукава джека, в автоматы, джекпоты. Все мое. На тебе! Ударь ты его, ударь, говорю. Вот. Что-нибудь выпало? Рукоятка упала. Кто-нибудь еще здесь есть? Выходи. Ладно, пойдем в автомат поиграем. Крути барабан! Сектор приз на барабане, пожалуйста. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Да, еще одну какую-то пластину. Посмотрим, что там нам выпало. Ненависть к поезду. Частота атака акул плюс 10%. Ну, в принципе, с одной стороны, это даже к лучшему. С них жир падает. Шкура и еда. Так что, чем больше они будут... Но, естественно, они быстрее раскурочат мой поезд. Да что такое? Это неубиваемый какой попался. О, есть. Короче, я думаю, что если слишком много будет акул, то я тогда просто выкинул эти пластины. Да и все. Этим все решится. Я выкину просто эти скрижали. Да и все. Я же их могу в том же депо оставить. О, гляди-ка! Какой здесь попался нам красавчик. Давай его возьмем. Надо будет для него сидушку придумать. Блин, он так светится. Он как будто призрачный. Забавный. Смотри, чувак, как прилег в обнимочку с невидимой дамой, видимо. Я не знаю, или что он там обнимает. Перестань, прекрати. Сейчас вскроем сундучок. Кажется, по мне кто-то стреляет. Или это мне показалось всего лишь? Грибочек, грибочек, грибочек. Где ты у нас? А места нет, чтобы гриб-то взять. Пойду разгружусь. Ага, значит, кто тут еще жив? Кстати, как насчет крюк-кошки использовать этого чувака? Где ты? Кто-то спрятался. Лови крюк-кошку. А, бестолку. Она ничего не делает. Блин, как больно ты меня покалечил своими пулями. И я тебя тоже покалечил. Что у тебя выпало? Использованная бронепластина. Значит, грибочек, наконец-то я могу его собрать. Пойдем покормим нашего добреша. Нет, тебя мы кормили в прошлый раз. Пойду покормлю нашего защитника Рофли. Кушай грибы и дай нам что-нибудь дельное для поезда. Ну же, ну же, ну же. Давай, для поезда. О, да. Крыши. Ништяк. У нас есть еще одна возможность играть в автомат. Подобрал последний жетончик. Итак. Три свиньи. Три свиньи. Ду-у-у. Три свиньи. И далее что-то для ствола. Модуль оружия. Ну, хорошо. Тут мы со всеми разобрались. Давай зайдем еще вот сюда. Посмотрим, можем ли мы сделать крышу. Например, вот здесь вот лупануть ее. Нет, не получится. Вот честно, до сих пор непонятно, как у нас появляются вот эти чертежи здесь. Вроде бы Рофли мне их пооткрывал, но их здесь нет. Типа, мол, ты не можешь их сейчас построить. А какого леса я их тогда открываю? А во втором вагоне-то я могу что-нибудь построить? О, гляди-ка, могу. Могу вот такие штуки, могу крышу сделать. Хм. Пожалуй, мы сделаем сейчас стены вагона. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ого. Ого. А здесь хочу сделать вот такие штуки. Ну, типа, понятно. Ну, пусть будет так. Поскольку у нас тут дробилка будет, небольшая защита не повредит в виде перил. Потом, если что, мы их снимем, да и все. По заданиям, значит, мы не достигли того депо, которое нам нужно. Почему, непонятно. Это уже второе депо, и оно какое-то не такое. Блин, смотри, как тут классно все. Конец-то крыши над головой. Единственное, отсюда я теперь уже навряд ли смогу вылететь наверх, чтобы собирать ресурсы в пустоте. Ладно, все, депо закончили, погнали отсюда. А вот и акула. Смотри на него. Смотри, 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 смотри. Он, короче, ругается. Кричит, как сирена, пытаясь привлечь наше внимание. И сказать нам о том, что нас жрет акула. Эй, дружище, не спи, не спи, за тебя акула большая летит. О, красавчик проснулся. Сейчас мы этой акуле по носу. Ой, ну началось, ну началось. Вот это его колбасит, а. Мы же там в автомате модуль для пистолета какой-то выиграли, да? Посмотрим. По-моему, рукоятка была, нет? Не рукоятка. Рама, плюс 4 к урону. Ставим, конечно же. По улучшениям все. Давай посмотрим, что мы можем создать. Может все-таки получится. Можем магазин сделать. Магазин для кого? Для автомата. Ну, допустим, рукоять есть у нас какая-то? Ну, вот рукоятку, пожалуйста. То есть, то есть, то есть. Ты посмотри, я сейчас себе автомат могу реально собрать какой-то. Стой. У меня же тут куча всякого барахла есть. Эй, 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 полегче, полегче. У нас реально пистолет стал по 58 долбить. Мощно, мощно. Сейчас еще автомат допилить попробую. Если этого... Вот, видал, уже автомат появился. Так, рама, ствол. Вот ствол, пожалуйста. Рама, есть. Приклада нет и прицела. И ядра еще нет. Ну, что-то похоже на автомат уже вырисовывается. Вот, смотри. Взаимодействовать? Чего? Остроглазо. Я взял этот автомат, что ли? Реально, у меня во втором слоте есть автомат. Подожди. Хо-хо-хо-хо. Я дробаш сделал. Ничего ж себе. Вот это да. Но, по-моему, я его еще не доделал до конца. Смастерил какое-то неведомое оружие. Но, кстати, патроны закончились. Все, патриков больше нет. Давай пока поставим вот эту вот штуку. Где-нибудь рядышком вот здесь. А, здесь мы не можем. Только в другой вагон. Где нет еще Рафлима. Черт. Придется еще пристыковать один вагончик. Окей. Пойдем посмотрим по исследованиям. Что у нас там открылось? Что это такое? Паровой двигатель. Ух ты. Круто. То есть мы будем теперь ездить не на дрезине, а на паровом двигателе. На нормальном двигателе, как положено, настоящему, современному поезду. И я теперь, кстати, могу бегать по крыше своего поезда. Это прям шикарно. Ну, вот и все. Дробитель у нас готов. Сюда можно класть всякие огроменные штуки. В том числе, смотри, бидон появился у нас тут. Отлично. Значит, и бидончик можно сделать. Осталось только найти огроменные куски угля, льда или проще какой-нибудь фигни. Вот, например, лед у нас есть. Да, вот мы его подбираем. Чтоб вытащить, я его сюда затолкаю. Вроде на рисунке это обычный лед. Но нет, он сюда не подходит. Тогда мы его растопим и сделаем воду. У нас пассажир прицепился, и он как-то сдох самостоятельно. Видимо, да, это он. Он красавчик. Жирок только забрать надо. Рафлима. Победитель летающих пиявок. Будем так его теперь называть. Ммм, светлички. И сейчас у нас будет путешествие в глубину пустоты. Блин, ну снова это же головоломка. Ну что ты будешь делать? Да доело. Может, что-нибудь другое уже будет, а? По-быстренькому разгадал загадку. О, тут совсем сундучок такой деревянный, хиленький. Так, ребятки. О. Кажется, у меня сундук открылся. Такое возможно? Ты посмотри. Ладно, ребят, вы тут охраняйте его, окей. Короче, предлагаю сделать вот этот бидон с водой. Посмотреть, что это из себя представляет. Грязный лед я набрал. Забираем эту фигню. Закидываем это все дело сюда. И посмотрим, что у нас получится. О, бидон здесь. Сюда закинулось, а бидон делается здесь. Предлагаю еще патроны для дробовика сделать. Где у нас порох? Порох здесь. А, снова нужна вот эта штука. Окей. Ну, что там бидон? О, ты тебе бидон. Забрали бидон с водой. Можно его выпить, да? Прямо-таки. А, это техническая вода. И на кой он нам нужен, этот бидон? Пока не ясно. Ладно, пусть полежит. А мы пока займемся порохом. Дальше, с этого пороха нам нужно получить патроны. Ну, что, предлагаю делать уже потихонечку исследование по паровому двигателю. Потребуется уйма, просто тонна железа для всего этого добра. Патрики готовы. Берем и перезаряжаем наш дробаж. Чудесно. Валына заряжена. Еще одно депо. Я думаю, это снова не то депо, которое нужно нам по заданию. Единственная разница в этом депо с предыдущим, в том, что у меня есть дробаж. Сейчас мы всех там изрешитим. Я на готове. Это что такое было? А, это уже стреляет по нам, да? Окей, пошли, пошли. Выходим. На тебе. И еще. И вот так. Ух, он прям горит. Он в огне. Лови. Восьмерочку, двенашечку. Где еще один? Еще один рофлим. Так. Так, подожди-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Перезарядка. Блин, когда они в броне, их тяжко пробили. А у меня-то, кстати, брони нет. Я ее не восстановил с предыдущего раза. По-быстренькому отстреляли. А что тут твоя башка торчит, а? Получил. Сейчас по-быстрому посмотрим, вывалилось с них что-нибудь или нет. Вот здесь вот. О, монетка. Спасибо. А чтобы место появилось, нужно во что-нибудь сыграть. Жетон потратить. Так, так. А-а-а. Блин, фигня какая-то. Ничего, красавчик, пойдем ко мне на поезд. У меня для вас, правда, мест совсем мало. Можно, кстати, кого-нибудь переменять местами. В принципе, такое тоже возможно. Но пока вы сидите здесь. Вам тут втроем-то весело вообще будет. И давай посмотрим, что там у нас. А, сундук, сундук. Сперва сундук, потом посмотрим, что с поездом можно сделать. Так, берем сундук, пойдем его откроем. Грибы. Пожалуйста, мне грибы. Место есть. Сейчас сразу гриб берем. И откармливать идем. В этот раз нашего добреша покормим. Радостник, лови. И он... О, выучена какая-то новая штука. И я его могу делать. Вот оно, смотри. Корабельные часы. Давай сделаем, почему бы нет. Их можно повесить куда-то даже. Почему бы здесь их не повесить? Но не могу почему-то. О, вот здесь вот можно повесить. Ну давай. Пусть будут. И они прям идут. Нифига себе. Вот это поворот. Тут еще и семечко выпало. Значит, берем семечко. У нас для нее уже все подготовлено. Даже грядочка есть. Сейчас засадим здесь цветочки. Так, семечко с перцами. Две штуки. Растет. Через 357 секунд у меня тут будет два перца. Наконец-то. Первые овощи. Поживем нормальную пищу. А то все мясо да лед. Ну все, вроде бы все собрал. Давай посмотрим. Вроде все готово. Исследуем. Значит, паровой двигатель. Кажется, исследовали. Обучение будет какое-то? О, перцы, смотри, как растут. Итак, туториал к двигателю. Ого, ничего себе. Сколько он места-то занимает. То есть не зря я отстраивал такую здоровую платформу. Вот это да. Вы открыли паровой двигатель, который сможете построить в ближайшем депо. Но двигатель устанавливается только на локомотиве. То есть первый вагон. Для этого его нужно расширить до четырех платформ. Важно именно расширить первый вагон. А не строить еще четыре новых вагона. Ну это-то понятно. Это я уже давно сделал. Спасибо. Так, сейчас посчитаем. Сколько у меня тут вагонов? Лучше сверху залезть и посмотреть. Четыре вагона. Есть у меня все как надо. И чтобы мне его сюда добавить, мне скорее всего, нужно все это убрать, что тут настроено. И поставить его. А если построить... А, так вот он модуль. На него, короче, куча всего опять нужно собрать. А для этого нужно отправиться в пустоту. Но в пустоту мы отправимся в следующей серии. И в следующей серии мы сделаем этот паровой двигатель. И будем мчаться словно ветер. Так что, если тебе понравилась эта игру, то не забывай поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы услышаться и увидеться в следующем ролике. Так что, до встречи.